МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В студии Максим Козлов. Для всех, кто заботится о жизни и здоровье своих близких и остается дома, я и мои коллеги расскажем о новостях Ленинского городского округа. Но в начале выпуска коротко об основных событиях. Что сейчас больше всего волнует людей? Ответ на этот вопрос знают операторы горячей линии. Вопросы задают разные. В основном, санобработка подъездов. Пассажиропоток в Московской области снизился на 65%, а что в Ленинском городском округе? В муниципалитете сдана в эксплуатацию поликлиника в Дрожжино на 450 посещений в день. Есть там еще и отделение лучевой диагностики, которая включает рентген, маммограф, флюорограф. В связи со сложившейся обстановкой в здании многофункционального центра «Мои документы» расположились операторы горячей линии, на которой может позвонить любой житель муниципалитета и задать вопрос, касающийся медицинского обслуживания, предоставления государственных или муниципальных услуг, вызова волонтера и многих других. Что сейчас больше всего волнует людей, узнала наша съемочная группа. В эти дни в колл-центре горячая пора. Из-за того, что многие организации, в том числе и МФЦ, перешли на дистанционную работу, именно сюда обращаются жители муниципалитета со своими проблемами. Вопросы задают разные. В основном, санобработка подъездов, это волонтеров, очень много вопросов, которые именно просят волонтеров, очень много вопросов, связанных, вызов врача на дом, как заказать лекарства, также связаны, например, с администрацией какие-то, как люди могут заказать справки, которые необходимо взять именно в администрацию, то есть это экономический отдел, архитектурный какой-то отдел. Здесь же операторы проконсультируют тех, кто все же решил открыть электронный кабинет на портале Госуслуг, но пока с интернетом на «вы». На первой страничке написано «Подать заявление». Заходите в личный кабинет, там написано «Через портал Госуслуг». По сути, этот кабинет на втором этаже здания многофункционального центра, единственный, где работают специалисты. В центре мои документы, съемочные группы телеканала «Видное ТВ», частые гости, но сейчас здесь довольно непривычная картина. В главном зале МФЦ, где обычно немало людей, тишина, мониторы не показывают номер очереди, места сотрудников пусты. Большинство из них дома, но не бездельничают. По словам руководства, для них организовано онлайн-обучение для повышения квалификации в сфере предоставления государственных услуг. А здесь с жителями общаются самые квалифицированные работники, способные дать ответ на самый широкий спектр вопросов. На одного оператора от 150 до 200 звонков приходит. На колл-центр в целом, в отдельные дни, особенно это будние дни, более тысячи звонков. Мы не можем привлечь к этой работе всех, потому что этой работе надо обучать, и оператор должен квалифицированно владеть теми вопросами, по которым он консультирует наших заявителей и всех обратившихся к нам. Проверить работу колл-центра зашел первый заместитель главы администрации Ленинского городского округа Дмитрий Волков. Каждый вопрос, с которым обращаются граждане, автоматически фиксируется в специальной системе. Она позволяет отслеживать, какие действия производятся по обращению того или иного жителя. Вот у меня на телефоне установлено предложение, называется оно «Битрикс24». Я захожу сюда. Дальше у меня здесь есть «Лиды». Это такая созданная программа. И здесь я вижу все входящие звонки, которые поступают нам. Что конкретно, с каким вопросом обращался гражданин, который звонил. Если мы отвечаем на вопрос нашей компетенции, если не наша компетенция, мы создаем историю, пишем полностью вопрос и перенаправляем в администрацию. Колл-центр работает с 8 до 24 часов. И если появится необходимость, в любой момент готов перейти на круглосуточный режим работы. Максим Козлов, Сергей Ларин, Видное ТВ. Пассажиропоток во всей Московской области снизился на 65%. Это заметно и по общественному транспорту Ленинского городского округа. Автобусы компании «Дом Трансавта» продолжают ходить по обычному расписанию. Подробнее в нашем сюжете. С введением нерабочей недели и режима обязательной самоизоляции пассажиропоток в общественном транспорте заметно снизился. Компания «Дом Трансавта» обслуживает шесть маршрутов, связывающих Ленинский городской округ с Москвой. Их автобусы продолжают ходить по обычному расписанию. Сейчас наличные к оплате проезда не принимаются. Пассажиров просят использовать транспортные или банковские карты. Денежных средств, чтобы меньше их трогать и все остальное, продавали карточки «Тройка» «Стрелка» вот эти вот для людей, чтобы они пополняли их и производили бесконтактную оплату проезда. Карту «Стрелка» можно приобрести у водителя. Сейчас они берут с собой на маршрут от пяти до десяти карт. Их стоимость составляет 200 рублей, из которых 120 остается на балансе. Плюсов использования у «Стрелки» много. От скидок на поездки до удобного пополнения. С 26 марта по 14 апреля в общественном транспорте бесплатный проезд для людей старше 65 лет, а также льготный проезд для школьников и студентов приостановлен. Некоторые водители интересуются у пассажиров, которые входят в группу риска, куда они едут. Ведь понимают, сейчас нужно оставаться дома. Там бывают бабушки, которые говорят, что с больницы едут. Некоторые есть, которые на работу ездят, люди. В настоящее время в автобусах людей крайне мало. Однако для немногих, кто вынужден пользоваться общественным транспортом, водители продолжают работу. Но уже в масках и обрабатывая салон специальными средствами на конечных остановках. Александра Столярова, Константин Брылов, Сергей Ларин, Ольга Садовская, Видное ТВ. Общественники муниципалитета всегда принимают активное участие в благотворительных акциях. Вот и сейчас, во время режима самоизоляции волонтеры оказывают адресную помощь членам общества инвалидов. Подробности у нашего корреспондента Дмитрия Книги. Волонтеры и руководители общественных организаций муниципалитета во время режима самоизоляции приходят на помощь нуждающимся. Тем, кто не может позаботиться о себе в эти непростые дни по объективным причинам. На этот раз люди с ограниченными возможностями здоровья получили набор продуктов первой необходимости от депутата Совета депутатов округа и председателя торгово-промышленной палаты Владислава Рымши. Ну, как говорится, наш любимый Владислав Валерьевич о нас заботится, не забывает и помнит, да? И, как говорится, старается нас поддержать по мере сил и возможностей. Поэтому мы тебя порадуем, вот торгово-промышленная палата, тебе такой наборчик небольшой, да? Чтобы поддержать немножко. Если что-то надо, звони. В состав набора входят продукты длительного срока хранения, такие как крупы, мука, сахар и масло. Делаем адресную помощь особо нуждающим, это инвалидам. У нас есть волонтеры на базе общественной палаты. В такое непростое, трудное время мы все объединились, у нас происходит дежурство, оказываем помощь, отвечаем на звонки, информируем в соцсетях. Среди тех, к кому приехали волонтеры, молодая ведновчанка Ольга Варламова. В обычное время она ведет активную общественную жизнь, а сейчас вынуждена сидеть дома. У меня раньше были и танцы, и лыжи мечты, но сейчас, поскольку ничего этого нету, мне приходится как-то оставаться здесь. Вместе с мамой Ольга благодарна организаторам акции за такую важную помощь. Сейчас мы находимся в такой изоляции, мы пытаемся и стараемся исполнять все указания и просьбы нашего правительства. То есть, ну, я призываю всех это сделать. А на самом деле очень приятно внимание общественной палаты такой категории граждан. Всего за час волонтеры успевают объехать сразу несколько квартир, где проживают нуждающиеся граждане. Небольшая, на первый взгляд, помощь для этих людей оказывается неоценимой поддержкой. Продукты, это, конечно, очень необходимо, это нужно, но нужно еще и общение. И вот среди детей с ограниченными возможностями здоровья у нас создана в соцсетях группа, где играют, общаются не только дети, но и родители. В социальных сетях люди с ограниченными возможностями здоровья во время самоизоляции общаются дистанционно. Там они всегда могут попросить о помощи в той или иной ситуации и их просьбу обязательно услышат. Дмитрий Книга, Сергей Ларин, Ольга Садовская, Видное ТВ. В муниципалитете сдан еще один важный строительный объект. Это поликлиника. Вдрожжено на 450 посещений в день. До момента, когда медучреждение примет первых пациентов еще несколько месяцев. За это время должна быть подготовлена необходимая документация. Но уже сегодня мы можем рассказать, каким оно будет. Татьяна Брылова побывала в новой поликлинике. Четыре этажа, на которых расположатся детское и взрослое отделение, кабинеты врачей-специалистов, лаборатория и диагностическое отделение. Такой будет новая поликлиника в микрорайоне Дрожжено. Все монтажно-строительные работы выполнены. Завершено комплектование технического оборудования. В настоящее время заканчивается монтаж системы «Безопасный регион». По безопасному региону входит монтаж кабельной продукции и видеокамер, и оборудование сервера, и блоки управления. Для густонаселенного микрорайона новостройки, в котором проживает более 15 тысяч человек, появление поликлиники крайне важно. Проектирование ее было рассчитано на количество жителей и составляет 450 посещений в день. Важный момент. Медучреждение создано по новым стандартам. Бережливое производство. Что оно себе подразумевает? Это не смешивание потоков. В первую очередь это понятная навигация. Второе. Естественно, все это будет нацелено на то, чтобы не было очередей. И для детей, и для взрослых будут созданы консультативно-диагностические центры. Они в том числе помогут осуществлению проекта диспансеризация в два часа, который предусматривает четкую маршрутизацию. Медучреждение будет оборудовано всей необходимой техникой. Есть там еще и отделение лучевой диагностики, которая включает рентген, маммограф, лирограф, стоматологическая рентгеновская установка. Будем надеяться на то, что будет еще и другое тяжелое оборудование. Место для их расположения мы нашли. Здание оборудовано лифтами. Холлы и коридоры поликлиники просторные и светлые. Цветовые решения внутренней отделки и наружной выполнены в стилистике группы компании ПИК. Основные цвета белый, серый, оранжевый, зеленый. На четвертом этаже поликлиники расположена лаборатория. Здесь можно сдать любые медицинские анализы и получить их результаты. Открытие поликлиники ожидается после передачи здания застройщикам муниципалитет. За это время строителям еще предстоит завершить работы на внешней территории, положить второй слой асфальта и выполнить озеленение. Татьяна Брылова, Константин Брылов, Сергей Ларин. Видное ТВ. И это все новости на сегодня. Оставайтесь дома, чтобы тем самым сберечь жизнь и здоровье родных и близких. С вами был Максим Козлов. До встречи. Редактор субтитров А.Семкин